Ас-саляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Дорогие братья, мы живем в очень непростое, сложное время. Мы живем в период выпавших на долю мусульман особых испытаний, которых прежде наши предки и другие и не видели. Бывают периоды, когда мусульманам приходится преодолевать какие-то физические и иные подобные испытания. Но наш век, наш период – это период, в котором Всевышний Аллах нас испытывает идеологическими различными фронтами, испытаниями, перед которыми мы все обязаны устоять, сохранить, как зеницу ока, веру в сердце и покорность в образе жизни, остаться покорным, послушным рабом Всевышнего Аллаха. В наше время – это непросто, это очень тяжело. Кроме того, на каждом из нас возложен долг. Есть у нас долги перед обществом, перед семьей, у каждого перед супругой, перед детьми, перед страной, перед государством, перед высшестоящим своим начальником. Но самый основной наш долг перед этой светлой, спасительной религией – ислам. К сожалению, многие из нас полагают, что дело, что об этом нашем долге мы не знаем. Мы знаем, что надо молиться, мы знаем, что надо поститься, мы знаем, что нужно совершать хадж, но многие из нас не знают, что нужно еще стараться распространять эту истину. Дело призыва в эту религию, к этой религии – это фарила, это долг каждого из нас. Ошибочно думать, что религиозные вопросы, распространение призыв к одобряемому и предостережение от порицаемого и вообще донесение до людей, не сведущих о каких-то знаниях из этой религии, что это прерогатива, это обязанность только лишь духовенства, только лишь имама и так далее. Это очень ошибочное мнение. Фардуайнам является. Но если мы станем людьми, которые способствуют привлечению ко Всевышнему Аллаху, приближению к пути Всевышнего Аллаха хотя бы одного человека, это величайшее благо, которое мы с вами не способны оценить по достоинству. Человек, который говорит об этой религии, согласно аяту Священного Кур'ана в суре Фуссилят, он является самым-самым лучшим человеком, который населяет эту землю. Послушайте аят Священного Кур'ана, где Аллах говорит «АУЗУ БИЛЛЛАХИ МИНА СШИТАНИ РРАДИИМ» «ВАМАН АХСАНУ КАВЛЯН МИМММАН ДАА ИЛЯ ЛЛАХИ ВА АМИЛА САЛИХА ВА КААЛЯ ИННА НИ МИНА ЛМУСЛИМИН» «ВАМАН АХСАНУ», говорит Аллах, «Кто обладает более лучшей речью, нежели тот, который призывает к Аллаху и совершает благое деяние и говорит «Я из числа мусульман». Дорогие братья, сегодня наша республика, мы с вами, мы очень много есть такое новое явление, которым Всевышний Аллах нас испытывает, испытывает нашу религию. Как никогда в последние годы в нашу республику хлынули толпы туристов из числа иноверцев, людей, которых чем-то привлек наш Дагестан, наша республика красоты, я лично увидел и стал ценить те блага, которые нам Всевышний Аллах дал только после того, когда туристы об этом начали говорить, когда они это заметили, эту красоту, которую нам Всевышний Аллах дал, природу, чистую воду, погоду, море и так далее. И многие из числа религиозных там людей начинают, вот много туристов, это нехорошо. но хорошо это или нехорошо, они приезжают, они встречаются с нами, мы имеем с ними дело, значит, Всевышний Аллах таким образом захотел нас испытать, захотел нас таким образом испытать. если сегодня с этими туристами мы будем обращаться так же, как обращался наш пророк Мухаммад с иноверцами, если мы им покажем не только природную красоту нашего края и покажем наш путь, разве это будет плохо? Кто такой мусульманин? мусульманин это тот человек, который прежде чем говорить об исламе, который поступает по исламу, Аллах говорит, обращаясь к Мухаммаду, ты скажи, Мухаммад, это мой путь, и тех, кто за мной последовал. Поэтому, дорогие братья, нет на поверхности земли человека более лучшего, более любимого Всевышнему Аллаху, чем тот человек, который своими словами, поведениями, образом жизни, своей радостью и печалью, своей торговлей и делами показывает, олицетворяет ислам и призывает таким образом к исламу. нет лучше человека согласно этому аяту Священного Кур'ана. Когда посланник Аллаха обратился ко Всевышнему Аллаху, пророк хадисом приводит, приводит, из твоих рабов милее для тебя, любимее для тебя, чтобы я любил этих людей, пророк спрашивает. Аллах отвечает, Ахаббу Ибади Илайя Тақию Калби Самые из рабов любимые мне это обладатели богобоязненных сердец, Нақию Льядайни чистых рук, руки, которые дотронутся только до дозволенного, руки, которые зарабатывают только дозволенное, честные руки, руки, которые никого не обидели, руки, которые едят, кладут в рот только дозволенное, Ла Ямши Илай Ахадин Бису Который никому не подойдет со злым умыслом, со злом никому который не подойдет, Ахаббани Ва Ахаббаман Ахаббани Который полюбил меня и полюбил всех тех, кто полюбил меня, Ва Ахаббабани Илай Халки И Который влюбляет в меня моих рабов, моих творений то есть человек это тот раб поведение которого высказывание речи которого вызывают в наших душах и сердцах любовь ко Всевышнему Аллаху таких любит Аллах о мой Господь ты знаешь что я люблю тебя люблю тех кто любит тебя а как же я заставлю твои творения твоих рабов любить тебя Аллах говорит напомни напоминайте им о моих благах о моей милости о моей щедрости для того чтобы они тем самым меня возвеличивали напоминайте о благах чтобы они меня любили напоминайте им о бедах которыми я испытываю их чтобы они меня побаивались поэтому дорогие братья посланник Аллаха саллиллаху алейхи ва саллим имел очень доброе отношение к иноверцам посланник Аллаха саллиллаху алейхи ва саллим когда он покидал этот бренный мир его кольчуга находилась в залоге у иудея посланник Аллаха саллиллаху алейхи ва саллим покупал продавал с иноверцами проявлял доброту к соседям и наверцам. Однажды посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саляма, находился, оказался рядом, услышав о том, что покидает этот бренный мир его сосед иудей, юноша. Он приходит к нему перед смертью. Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саляма, говорит ему, прими ислам. Этот юноша посмотрел на своего отца, иудея. Тот говорит, повинуйся ты Абуль-Касиму, про Мухаммаду, саллиллаху алейхи ва саляма. Тот принял шахаду, и посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саляма, со слезами на глазах, воздал хвалу Всевышнему Аллаху и сказал хвала Всевышнему Аллаху, который благодаря мне, посредством меня спас этого раба. Очень важный аят, который нас, каждого из нас, заставит задуматься над собой и испугаться, оказаться человеком, который, ну, если он не может что-либо сделать ради этой религии, ради ее распространения, ради ее знаний, то хотя бы не оказаться причиной отдаления какого-нибудь раба Аллаха от истины, к этому мы должны, каждый из нас, стремиться. Послушаем один аят Священного Кур'ана, где Аллах говорит, О наш Господь, не делай из нас, не превращай нас смутой для тех, кто не уверовал. Как мы можем стать смутой для кафира? Объясняю, как это возможно. Посмотрите, обратите внимание, приехали некие туристы в наш город. Для них в любом случае сегодня средства массовой информации об исламе какую-то информацию дают. Они в их представлении, мы мусульмане. Каждый из нас, даже если ты себя считаешь, говоришь, кто я такой, что, мол, от меня зависит, каждый из нас сегодня представляет в первую очередь всю нашу ум. Он представляет нашу религию. И приезжие ожидают от нас только добра, ожидают от нас только образцовое поведение. И когда неверующий человек видит непристойное, противоречивое поведение твое, ты тем самым даешь мысль такую неверующему, а это такие же люди, и ты его утверждаешь в его куфре. Своим поведением, своим противоречивым поведением, своим обманом, ложью, своей греховностью, своим внешним видом неопрятным, ты утверждаешь человека в его неверии, и он думает, ну ничего хорошего здесь нет, и он думает, я намного порядочнее этого человека. Не зачем ислам? Но если мы покажем совсем иной настоящий пример, если мы станем такими, которые дают только верное представление о нашей религии, мы этого человека, мы в этом человеке, в его душе оставляем как минимум доброе, хорошее впечатление о мусульманах, которое когда-нибудь послужит для этого человека причиной, серьезного выбора в его жизни, причиной прихода в ислам. А вы знаете, очень много людей приняло ислам, но об этом не любят те люди, которые приняли ислам, пиариться, об этом говорить они и не любят, но это благодаря тем порядочным мусульманам, которые показали в своем поведении, в своем образе жизни ислам. И есть даже такие, которые решили переехать для того, чтобы жить среди нас, потому что их привлекла наша религия. Но если мы будем представлять, мы будем показывать, как мусульмане, непристойный пример, непристойное поведение, то, о чем просили пророки, алейхимус салату вассалам, в этом аяте, от чего просили упасения, это и произойдет. Аллах говорит, аузу билляхи мяш-ширтанир-раджим, раббана ла тадж'альна фитната лиллязина кафару. Не делай нас испытанием смутой, фитной для неуверовавших, для кафиров. Посланник Аллаха саллиллаху алейхи ва саляма. Каждый из нас должен себя представлять, что своим поведением, своим образом жизни, он как минимум защищает ислам. Не нужно здесь красноречия. Нужно быть мусульманами, настоящими мусульманами, по мере своих возможностей. Ты своим несоответствующим поведением, показывая себя иноверцам, нашим гостям, Ты предоставляешь им аргумент против своей религии. Посланник Аллаха саллиллаху алейхи ва саляма, направляя сподвижников своих в разные города, в разные страны, он говорил им, послушайте внимательно, посланник Аллаха саллиллаху алейхи ва саляма им говорил, «Анта аля фагратин мин фугури л-ислям, фалай ютаянна мин кибалик». Ты находишься на трещине в крепостной стене ислама, пусть через эту трещину не проходят. Речь не шла о том, чтобы стоять у этой трещины в крепостной стене и защищать эту стену. Речь шла о том, чтобы мусульманин своим поведением не позволил обвинить, бросить тень на всю нашу уму, подумать об этой религии неверно, искаженно. Ты, говорит, своим поведением, своей нравственностью, своим образом жизни защищаешь трещину на защитной крепостной стене ислама. Пусть через тебя не пройдут, сказал, говорил посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, с подвижником. Почему? Потому что сегодня для нас это большое испытание. Испытание, когда мы вступаем во взаимоотношения с людьми, которые представляют совсем другую культуру, представляют совсем другую веру для нас. И сегодня от нас зависит, этот туризм может нас, в Аллахе, или приблизить ко Всевышнему Аллаху, сохранив еще больше свою религию, или же раствориться среди этих туристов и потерять собственную религию, свою нашу мусульманскую культуру, поведение. Поэтому это для нас большое испытание. В этом испытании мы должны одержать достойную победу, нравственную победу, идеологическую победу, и в этом ответственность ложится на каждом из нас. Будьте таксист, будьте хозяин гостиничного комплекса, будьте официант, добротой, радушием, красивой речью, только таким образом мы можем преодолеть это испытание. Аллах в Священном Куране говорит, обращаясь к Мухаммаду, саллиллаху алейхи вассаляма, ты, говорит, не вступай в споры с ахлюль-китаб, илля биллятихи я ахсан, с теми, то есть представителями ахлюль-китаб, из числа христиан, иудеев, или же других, ты с ними вступай в полемику только наилучшими словами, наилучшим языком, говорит посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма. Нетактично высказанное грубое твое слово может отдалить этого человека от истины. Нужно этого бояться. Дорогие братья, прошу Всевышнего Аллаха, чтобы Он по-настоящему сделал из нас настоящих послов этой религии, представителей этой религии, которые призывают к этой религии не словами, а своими делами, своим нравом, своим поведением. Пусть Всевышний Аллах сделает каждого из нас предводителей, как сказано в Священном Куране, ваджа'альна лил мутта'кина имама, чтобы Всевышний Аллах каждого из нас сделал предводителями богобоязненных. И пусть этот туризм, эти наши гости только станут причиной укрепления и наибольшей приверженности нашей религии. Ибо именно благодаря этой религии, благодаря достоинствам этой религии они сегодня поражаются нашей добротой, нашей отзывчивостью, нашим гостеприимством. Мы все эти добрые, лучшие качества, которые удивляют наших гостей, мы эти качества откуда черпаем? Откуда они у нас? От наших лучших предков, от наших прежних, лучших мусульман. Да простит нам Всевышний Аллах наши грехи. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова